здравствуйте а шо вы тут помещение хотите снять это нет ваши девочки работают девочки работают про проститутками а кем показала кто вы будете я сотрудник полиции показывайте участковый карач карач александр викторович дельничный офицер полиции с пвп 01 30 01 37 держа значок соответствует где напарник девочки причем помещение зашло без разрешения смотрите помещением поступил вызов 102 есть у вас на бумага о том что он поступил на данном моменте поступить дежурную часть мы по вызову 102 пришли на данное место где проводятся слава добрался подожди извиняюсь но много где проводятся где оказываются услуги какие конкретно не нервничайте выдохните все нормально вы понимаете да кто приехал вы знаете меня но немножко узнал это хорошо что вы меня немножко узнали дальше что происходит сейчас подожди ровно увидели посетители которые выходят и заходят данное помещение вы уверены что это были посетители да вы уверены чем вы можете это подтвердить я не могу это подтвердить дальше после чего я захожу данное помещение и вижу то что оказывается услуги а конкретно он подстригает людей в данном помещении да допустим да вы знаете то что сейчас сидели это есть постановка меня там министров номер 211 от 11 все вы правильно говорите ознакомьте согласно 31 статьи части 2 законополиция со всеми нпо все в рамках закона смотрите и вышла и выше не поверите мне моим словам что я могу сказать что там где-то долбятся ну конечно же нужно же проверить данную информацию которая давать а девочный парень находится в помещении девочки вы тоже отсюда пойдемте с здравствуйте представьтесь пожалуйста чьих вы будете а что вы зашли в наше помещение вы являетесь собственником да новацкий игорь анатольевич игорь анатольевич игорь анатольевича и два нуля восемьдесят семь пятьдесят два скажите пожалуйста как вы сюда вообще зашли в тот момент когда заходили посетители вы постричьи пришли сюда не нужно вы знаете что этот дом это не салон даже но это просто черный вход посетители хорошо произошла видеофиксация то есть все материалы будут покажите пожалуйста эту фиксацию смотрите вы прежде чем составить какие-либо материалы вы должны провести розгляд справы правильно не просто вот так вот делом и проводит суд нет мы когда мы как у полноваженного особо мы собираем материал вы послушайте меня в этот материал на рассмотрение в суд еще раз говорю протокол протокол это номерной бланк при составлении протокола нужно рассмотреть сперва дело они просто ваши документы я вам пишу протокол салаза 251 вы должны ознакомиться всеми доказом салаза 268 вы должны что сделать человеку зачитать его права что он может что он не может что что он вы вообще вменяемые полицейские муравей я не могу понять в смысле как он не вы несете всякую хуйню я просто не могу понять смысл и на кого вы собираетесь и за что составляете тут что вывеска показана или тут клиенты сидят как вы предельно что эти люди были послушайте здесь мы организовываем встречу в закрытом помещении закрыто мы не можем на улице собираться больше двух оси даже десяти правильно нам в помещении запрещено это делать папа в моем доме запрещено это ваш дом да это черный вход вообще замечательно это черный вход хорошо документы есть какие то вообще договор субаренда на основании чего алло административного но внесены были изменения в статью 44 с отметкателем федерацион административных правонарушений сейчас давать или потом а кому тут денег надо было я же не знаю кому тут денег но есть аудиозапись того что вы просите договориться о том что не вызывает полицейских смотрите если в таком случае есть видеозапись тогда это видеозапись вместе с заявлением пишет хозяйка данного помещения и прикладывается в видеозапись не переобувайся сразу не переобувайся не надо но сколько ты уже здесь стоишь я тут стою я тут стою какие 40 а сколько какие 40 так я знаю что за вами вот там вот дальше не позвонил я приехал из города но что мне запрещено тебе громко разговаривать только надо культурно полицейский по-моему быть Вичловым 1147 почитаете понимаешь стоишь тут нахрабь берешь мы что-то нарушаем ты тоже участковый или кто ты да вы вдвоем участковые обслуживаете этот район вы приехали сюда по звонку 102 на чем вы сюда приехали мы пришли пешком пришли на машину а какая машина какая машина ты шо пизд шо ты пизд адрес ну ты 173 173 173 шо хорошо это на новые дома а то посмотри ты шо блять я приехал пешком вернее пришел совершенно твоя машина моя машина твоя машина на личном а че ты на личной машине в служебное время едешь это мое личное право ты полицейский я полицейский ты на службе на службе тебе разрешено на своей машине патрулировать я не патрулировать вошли ты делаешь а он в решении обслуживает район на вызов на вызов как ты думаешь вот вон поиск уже на лaved раз естественно есть почему ты на своем автомобиле в рабочее время рассекаешь а ну пробей по базе что у него это хоть та машина или не та машина 4158 и скажите такой вопрос а кто вам дал право процент тогда же допустим неизвестная дверь неизвестная дверь заходить на частную территорию у почвы нет о плача убежал запыхал кто вам дал право смотрите как это было так и что я не знаю что касалось и давать я буду участвовать и чтобы мы стояли было слышать на этом арабском районе суда всех пусть посмотрим на эти герои которые одели пацаны выделили форму блять одели форму одели жетоны совершенно верно и вы решили что здесь богу по процент включает минутам есть постановок гранатами еще раз объясняю запомнили закон о полиции стран номер 211 а закона что там написала дачники так что указано то что запрещено введение какой либо деятельности да предусматривающий прием посетителей вы его ответил а теперь давайте определим как вы определили что это салон вот как вы определили но раньше по крайней мере доведения карантина работал в открытом режиме мы тут были когда когда вы были здесь а двери были закрыты по звонку людей пускали еще раз заваривали по звонку как двери были внутрь тут стригли раз девочку вторую девочку было на на очереди еще одна женщина с двумя детьми с маленькими еще раз объясняет видеозапись видеозапись и чем может предусматривать тебе объясняю ты блять зашел ты получал зашел ты получал я уже было у нас такая история в автомагазин ворвались 15 человек но у вас должны быть основания что ты понимал у нас основания ввод кабинет мобильного но какими словно то что такое кабинет министров это закон это нормативно правовый акт давайте я говорю выходил вы уже вызвали вы уже вызвали вы вызвали конечно на основании чего на основании правонарушения вы вызвали одни правонарушения не могли до уйти еще на приколе или шоу а какой следственной оперативной группы что протокол составлял асс взял выходит нет а сходить в кулиничей короче они взяли их тут задержали они не удерживают никто не удерживает их удерживает силы выйдите пожалуйста мы говорим о том что вы сказали я говорю выйдите пожалуйста с помещения и будем общаться так девочки на улице иначе я вам пацаны обещаю 365 ты слышишь ты на храпом не бери я говорю мы выйдем туда и будем там общаться я просто сейчас сын смотрит мой прямой эфир у нас есть как можно его пачать я объяснил я понял я тебя по другому бы называл вот прямо сейчас выйди пожалуйста не провоцируй ну вы ведь у нас в шоу ну да не ну ка еще ты ну а ты да подожди выйдите пожалуйста вызовите сюда своего руководителя привет руководителя так давай звони тогда руководителя давай звони выходите пожалуйста покиньте это помещение следственная оперативная группа сделать осмотр осмотр чего у нас не уголовное производство ты идиот или шо это у нас не уголовное производство у нас админ правопорушения если ты хочешь так ты собрал все материалы ты ознакомил данные там граждан или гражданку с тем что она якобы что-то совершила вы что блять решили богов по включать какие могут вот такие блять они решили по вопросу косану и понимают охуели блять вы вообще уже да я тебе и да я тебе это говорю покинуть это помещение ты считаешь что они с удержанием адача вы их задерживаете кто их держит кто держит девушку кто делал спачал о том что они не могут отсюда уйти за нами вышел молодой человек и говорит зайдите назад на улице ходит на трои сейчас вот сейчас я и трои выдохни разошли внимательно дышим носом дышим носом задумывается мы вышли на улицу на порог молодой человек попросил никому не расходить я отошла в сторону с телефоном вернитесь назад и вообще давайте зайдем в помещение на улице холодно на что мы ответили что на улице не холодно мы свежим но вы говорите ему о том что вы хотите оттуда как бы уйти да я делала почему не опускал руки он мне сказал никто никуда не уходим доставайте документы пакет документы приводят от ваших родственников и свободные экипажи все свободные экипажи направляемся на оформлять на каждого из вас кто здесь находился оформлять будем штраф от 17 до 30 тысяч гривен на основании чего они не сказали на каждого кто находится в этом помещении а вы определите что это вообще за помещение мы пытаемся определить никто не дает документы на основание блядь на основании чего у меня же выгодить альтернативу в начале не нужно просто потому что вы же блять по другому мусора галимы не понимаете девушкам там ух там что то полный дебилы вы следите на вызывайте следите на пиротину группу это будет это будет отлично кто у вас начальник райотдела а каком каком райотдела у вас это 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 то что кто начальник там торопов торопов пообщаемся с тороповым вашим мы на телефон начальника да чтобы мы разговаривали мы находимся проспект петра григоренко 14 это во дворах нет ни вывески ничего ребят сейчас я покажу вот тут есть свинка шайпа друзья вот так вот у нас под пол петрушку как коронавирус и кабинет министра запомните кабинет министра люди вызывают следственно это я подъявляю следственно оперативные группы чтобы якобы те составили админ протоколы вообще конченые просто кончен кончен и без нас без нас сколько денег надо было привезти сколько денег надо было привезти один день привезти ну какие никто не прибыл отсюда неправомерную вымогу ты уверен? уверен все хорошо в дбр в прокуратуре посмотрите по 365 хорошо слыша ты походу не пуганый волчара ты пуганый или не пуганый волчара а зачем на измор пытаться врать так это ты взял девчонок стояли вот там и твой коллега стоял контролировал уйти или не уйти ерунде такое право тебе дали варик попадания хотя бы заяц какая то будет статья с этого肯лотна ты знаешь какая то статья будет клубка если быть задерживал правильно удерживал совершенно нигде живаоковым образом этой команды какими командами разогнетесь есть и на confined ста попросить это одно а потом млн остаться с дырными называемых сил кто то будет довача это не гардон объяснение вот тоже does еще дача нет среди оперативную группу и там уже не себя сожду вот и все было задерживаться да уже задерживаться на улице нам молодой человек сказал все вручные правы дарсаньяна девчонки остановимся друженько мы оставляйте все что тут есть и мы будем охранять там сколько надо будет следить на пределах все у всех хозяйка уходит все уходят если хозяйка тут есть ее тут нету правда у нас уходит а мы будем уже это сейчас мы посмотрим как ты будешь действовать а мы тут в салоне с романовичем пивасиком бомбанем ну ладно ладно я без алкогольного все так что там участковые вот люди разошли давайте где ключи наши ключи от этого ну взрослые девушки не под чем то правильно не под салями какими трезвые вот если твою жену держали что б ты пьешь девочки да конечно я могу не говорить ты говоришь мы будем женаты в а в м в 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 час пока у в в в в в а время в 3 листа выслишься на 3 в основном кто то и на агентстве и кто то и это же на ушах сейчас было было в этом году шахмур это и на письме я бы еще что делать он да она покажет ахахаха ахахаха в этой истории сезону с выгодом в базаре ул делается виски и дальше вот обманывая в этом году по поводу не будем лапки обувать просто и все а вот у того как правило ситуация вы сами пытаетесь ты меня определять не будешь, мужики давай ты парень будешь назвать, мужчина вы сами из этого всего раздуваете мы ничего не раздуваем слушай, по тебе уже информацию не снили звонит, звонит это больше у патрульной, да? нет, ну не важно звонит девушка, не будем определять какая моему другу, это его супруга и говорит о том, что ее незаконно удерживают в этом помещении это же абсолютная неправда это вы будете доказывать обратно что это салон что он действительно работал что у вас есть НСРД негласен с Личидией а причем тут НСРД? а тут доска проводятся или что? ты слежку уже устраивал? ты сказал, что ты следил за ним я не говорил, что мы следили вы заходили неоднократно старик, на камеру все пишется без перели выйди нахуй отсюда, ты упыр крайний раз, когда мы сюда заходили давайте называть вещи своими именами последний раз, когда мы сюда заходили крайний раз, когда мы сюда заходили это был случай, связанный с убийством девушки на холодной горе когда проводились опознания может быть девушка мог кто-то узнать почему тут холодная гора к новым домам? нам дали распоряжение пройтись по всем салонам красоты для того чтобы определить вот почему мы знаем что здесь правильно есть салон красоты аааа, ты привязываешь то действие по поводу девушки почему мы знаем, почему здесь находится салон красоты то есть никто здесь не видел вопрос, как определить что здесь салон красоты мы ранее заходили во время опроса о населении еще раз объясняю как на данный момент уступил кто-то или как я же такое знаю был вызов 102 а какой мотив был? кто звонил на 102 из смысле? ну слева номер они всегда звонят ну сами зале набрали а есть как нам поверить вам что был звонок сделан это только вероятели только вероятели, да? и что было сказано? к нам потом приходит это материалы на рассмотрение уже на рассмотре а какой сейчас номер живо можешь мне сказать? не могу а что? сейчас я позвоню в дежурную часть да, а мы заедем бумажечку заберем а вам никто не дал ты уверен? это... постой я сейчас мог бы сказать по поводу может сюда блять юристов пригласить Вась? давайте сейчас дашь чтоб мы не делали мухи вот вы сами берете нам даете подпитку для того чтобы мы вас начали дальше вот так вот с вами разовали понимаешь? не, мне просто интересно сейчас приедет слисовно-оперативная группа да что конкретно она будет и делать? изымать что-то? нет конечно нет а что она будет и делать? собирать материал или а где собирать материал? собирать материалы по поводу опис делать? они должны писать и забрать тогда вот это все что тут находится чтоб ты понимал Батареи сразу, краники. Смотрите, она будет, кстати, перелечить материал по поводу... У вас? По поводу вас? Участковый для чего это делает? Нас двоих не хватает, понимаете? Как это не хватает? Да вы тут удерживали минимум 8 девушек. Мы их не удерживали, они сами находились здесь. Никто их не удерживал. По доброй воле? Так вот, люди говорят, что есть команда. Лично ответы многое говорят. О том, что... Понимаешь, тебе не многое говорят. Так они в глаза тебе смотрят и говорят. Ты понимаешь разницу? То, что говорят, на заборе написано. И то, что говорят люди. Как они говорят? Они стоя 0,4. Ну, Ригио 77-48. В половину 11-го прошел вызов на 120. Хорошо. Хорошо. Вы очень быстро, ребята, отриагировали. Очень быстро. Мы же тут рядом. Пиздит. Так они, ну, о чем ты говоришь? Ты понимаешь, тут ситуация была в следующем. Сами набрали, это... Ну, это мои, конечно... Конечно, конечно. Сами набрали, брали, отриагировали и такие... С фонда под зонтом. Здравствуйте, ребят. Пока никого трогать не надо. Но это временно и не точно. Садь, будешь их двух взять под вышку, короче, и бежать? Не можешь? Можем троих попробовать. Ну, чтобы вы это понимали, ребят, короче... А ну, так сделай, чтобы... Вот для сравнения подержи. Он очень большой. Это где-то вот так, ребята, короче. Короче, очень грустно. Ружить я знаю, Саша. Вот. Ну, ребят, вот так вот, если вы стоите, вообще огонь. Так бы еще... Костян, забрось. Костян, ты сбрось. Да, дядь. Так, все нормально. Не, мы вам строим шоу, пацаны. Вы шо, блядь, угоните? Они же не угонят. И ты же мне обещал, блядь, 173-ю на меня составить. Это кто? Будет у тебя возможность это сделать? Ну, патрульные бывшие или нет? Ну, патрульные бывшие или нет? Ну, там ты мне обещал сделать 173-ю. Костик смотрит или нет? Он здесь или нет? Костик сказал, дайте патрульные. Ну, понятно. Ну, патрульные полиции были? А то, вы знаете, у меня, блядь, вот одно закладывается. Почему, когда вы форму, сука, одеваете и пристаете к людям, которые законом вообще нихуя не знают, и вы берете на храп? Давай со мной подтягаемся по закону. Да, блядь, ворвался ты туда. У тебя основания какие были. Ты Конституцию, блядь, учил 30-ю? Дядь, мне сказал адвокат. Вот, я не в руку, вот невинный написал, Иван Иванович, знаете? Ром, выгоняй и закрывай дверь. Ну, ребят, ничего личного, как бы. Не, не, руками его не трогай. Не трогай, не трогай. Мы просто дверь закрой. Дверь закрой. Можете отойти, пожалуйста? Отойти, можете? Подожди, пацаны, стойте. Я просил друг закрыть дверь, послушайте. Я понимаю. Придется, вот, можно вас попросить? Можно вас попросить? Слышался от один в сторону, и все. Послушайте. Какую фото таблицу? У нас не уголовное дело, ты дурак или что? По-нормальному. Без муравьев, без ничего. Выйди, пожалуй, с отсюда. Частная собственность, отойди в сторону. Рома, Рома, не трогай его дверь. Не надо. Можете отойти в сторону? Оно шкурвал, это те же, что пользуется. Правильно, это не твое? Отойди в сторону. Пожалуйста, тебе попросили, отойди в сторону. Ты препятствиешь, закрой дверь, я хочу закрыть дверь с моей собственностью, отойди в сторону. Отойди, ты мне мешай, я хочу закрыть дверь. Смотри, у меня ключ от моей базы, вот она ключ. Отойди, пожалуйста. Ты будешь отходить? Это же нормальная просьба, попросить тебя в сторону. Ты 365-я, это нормально, да, УК? Знаешь 365-ю? 365-ю, знаешь? А ну, малой, отойди, я тебе не зацепил. Чтобы и вы, и мы, чтобы мы все были рядом, вместе.